Ну что сейчас этого мастера Феде отвозят? Макс, это своей бездарной игрой, никого не отвозит, по-моему. Ну правда, что это было в предыдущей парке, вообще не пойму. Ну сейчас его пол очка устраивают и он выиграл. Да, но у него хуже. БЦ, Кунь Е5. Вот я Б1. И самое главное, у белых никакого риска нет. Я думаю, что Майер хочет ничью в этой позиции уже. Ну да, и Кунь Е5. Что такое вот? Слон Е8 надо играть. Ну да, у черных прочная позиция, я не спорю, что выиграть это будет нелегко. И Майер сейчас начнет свое любимое. Свои любимые, вот эти. Сейчас тебе покажу. Как это назвать? Я бы назвал бы, да, но поскольку мы в эфире, думаю, что у меня добрый. Да, вот это. Вот это я все правильно нарисовал сейчас? Да, но против меня, слона уже на Е8 завел. Подготовительная штука для начала этой ерунды. Причем, смотри, слон, допустим, может переместиться на C3, ну, к примеру, на C3, но он пройдет именно вот таким вот путем. Я бы, наверное, сейчас, если я был бы играл против Майера, психанул, пошел бы уже А4, А4. Самое главное, а почему нет? Черный все стоит по 8, в конце концов играем в Блиц. Смотри, Майер сделал активный ход. Это надо отпраздновать, я думаю. Поставил фигуру на четвертую горизонталь, ты понимаешь? Это боль. Это практически невозможно поверить, потому что в предыдущей партии он 70 ходов боялся поставить фигуру на четвертую горизонталь. Он, наверное, на свою пятую боялся поставить. Ну, да. На пятую от своей первой, скажем так. Не, ну, а если серьезно, то некоторая контрага появилась. Нам, мне кажется, надо бить конем и играть в Солнце 2. Хотя, тогда конь Д5, не знаю. Может быть, надо бить конем и потом играть в Слон Ф1? Так, вот, тоже в НД5. На, конь Д4 довольно удачно оказалось. Слон Ф4, Слон, Слон Е4. Так, признаться, я не очень понимаю. Ну, в смысле, я понимаю, но черные по меньшему ее уравняли. Ну, у них слабость. Да, но она проходная, и два слона, и можно Феркс Д5. А, Феркс Д5, конь Д3, да. Как-то, с одной стороны, хочется Слон С6, Слон С6, Слон С4, Слон С4. Ничего там не пройдет. Вот, может быть, Слон С6, Слон С4, С4 и Феркс Д5, да. Но, заметь, вот, Мастер Фидея увел коня сразу. Да, ну, по-моему, черные... Посмотри, посмотри, вот, как Майер умеет... Вот, он умеет играть нормально, активные шахматы. Два слона, все... Блин, ну что это было в предыдущей партии? Вот если бы слона поставить на Б3, партия бы закончилась. Я вообще пошел по ладе на Б8, отдал бы качество, а про вторую на Б3 винтил бы. Против тебя в пулю. Против меня в пулю? Да, больше, наверное, ни с кем не рискнул бы, если чисто. Феркс Д8, мой любимый ход вообще. Ну, Феркс Д1, Феркс Д8. Ну, жертвуй. Не, не пожертвуй. Ну, это слишком. Взяли-взяли, взяли-взяли Феркс Д2 было бы. В какой-то момент он хочет Е5 проломить, наверное. Ну, сейчас можно начать схода слона Ф6. Понапрягать как-то. Ну, вот он опять начал. Что это? Но он на Ж5 хочет перевести. Точно. Все, снимаю все претензии. Он же вынудил Ф3 ослабление сначала. Согласен. Потом слона оттащил с Ф4. Да, если так, то это сильно. Ты не видишь длинные ходы Ферзя? Да. Я не уверен, что это так. Может, он просто ходит туда-сюда опять. Вот видите, что он просто ходит туда-сюда. А мы, а мы сомневались. Вот сейчас слон Е7 будет. 100%. Слон Е7. Если только не ладья Б8, и не ладья Б3, кстати. Поскольку слон пока ушел. О, боже. Точно. Слушай, мне надо 2750 давай. Мне надо просто играть плохо в шахту, то и сразу рейтинг поднимется. Слон Е7. Че не ладья Б8-то, а не ладья Б3, я не пойму. Ладья Б8 и ладья Б3. Ну блин. Ты же гроссмейстер с дико огромным рейтингом, блин. Причем даже настоящим. Пойди ладья Б8 и ладья Б3. Ты не можешь бояться какого-то мастера Хидея. Ну я его обыграл одну краску. Смех целом веселее. Нет, ты можешь сегодня не страдать. О. Нет мастера. А, тут движок не включается, да, никак. Угу. Слушали. Ладья Б8 и ладья Б3 у черных лучше. Потому что на хрон Е4, просто он Е4 и ладья Б3 все равно. Так, ну. Кого еще смотрим? Ну. Закрываем. Майер выиграл турнир. Майер выиграл турнир. Это, по-моему, конец для шахмана. В общем, Майер, вместо того, чтобы играть на победу, то лучшую позицию сделал ничью и в итоге денежки поделит. Вместо того, чтобы взять целиком. Второе место, кстати, самый боязливый на свете международный мастер из Аргентины. Но, тем не менее, видимо, очень сильно играющий. Третье место, победитель предыдущего турнира, Л. Тайсов Орли. Слушай, у всех по всем слове. Ну, собственно, поздравляем. Да, поздравляем победителя всех, кроме Майера. Майера попросим заняться футболом, покером или еще чем-нибудь там. В общем, чем-нибудь таким, что требует бесполезное перемещение туда-сюда. Да, не знаю, есть какое-нибудь занятие, которое требует этого. Наверное, и мы не будем его озвучивать, поэтому, в общем, всем спасибо. Всем спасибо за внимание. С вами были Кирилл Шоков, Никита Петров. И Вася Борисов. Наш докрупник, да, и Вася Борисович, и наш докрупник Дмитрий Косарев набрал 4 из 9 и занял известное такое место. Всем спасибо.